Жители трёх домов по улице Гагарина внимательно наблюдали за преображением своей придомовой территории с момента создания проекта по благоустройству. Когда подрядчик практически завершил работу, севастопольцы оценили качество ремонта вместе со своим депутатом Владимиром Немцевым и представителем управления благоустройства правительства Севастополя. Вопрос о посадке это другой вопрос. Но люди должны получить законченный объект. Вы же согласны, что землю вам завезут, а уже сажать там... Кусты придут в тёплое время. Севастопольцы указали на недостатки в работе подрядчика. Канализационные люки во дворе утоплены в асфальт, а у подъездов домов отсутствуют ли внестоки. Высказали граждане и другие просьбы. Вся зелёная зона унижена автомобилями. Вот это называется зелёная зона. На завершающем этапе работы прошли по двору. Жители высказали свои замечания, предложения. Это касается и поднятия люков. Это и установка отбойника от дождевой воды у подъезда, чтобы вода в подъезд не затекала. И, конечно, завоз земли, почву для дальнейшего озеленения. Ну, подрядчик пообещал выполнить в течение недели, завести землю. Ну, а потом озеленение уже в тёплое время будет сделано. Также подрядчикам. А вот ходом ремонта кровли домов номер 12 и 14 по улице Гагарина севастопольцы пока довольны. Тем более, что подрядчик пообещал закончить работы раньше срока, говорят представители фонда содействия капитальному ремонту Севастополя. Ребята работают здесь меньше месяца, гораздо. И, думаю, работы здесь осталось у них, наверное, недельки на две максимум, если не помешают дожди. Ну, может быть, управятся дней за 10. Хотя по плану мы должны эти все кровли закончить у нас в этом году до 1 августа. Ну, сами видите, идём с большим опережением. То есть у нас процент выполнения по кровлям достаточно большой. Благоустройство при домовой территории продолжается. Рядом с домом номер 10 строители ремонтируют лестницу. Когда работы завершатся, здесь появится пандус, а новые ступени будут более низкими и удобными. Касательно лестницы речь идёт о благоустройстве в пешеходной сети. Работы были начаты в 2019 году. Основные, скажем так, мероприятия по асфальтированию, они были закончены в прошлом году ещё. Но ряд объектов и элементов, которые не были сделаны в этом году, заканчиваются уже в прошлом году, не были доделаны, заканчиваются в этом. Вот, в частности, обустройство данного лестничного спуска с пандусом и с перилами соответствующими. Николай Аралин обратил внимание, что во дворе остались участки, которые ещё предстоит благоустроить. Но говорить о сроках начала работ пока рано, ведь жители домов не могут определиться, что им нужно больше – парковка или зелёная зона. Чиновник отметил, когда на общем собрании жители примут окончательное решение, Департамент городского хозяйства приступит к выполнению работ.